Благодарю всех организаторов данного форума, данной конференции за предоставленную возможность выступить и донести свою точку зрения. Приветствую также всех участников сегодняшней конференции. Прежде всего, я думаю, что следует определиться с использованием термина цифровизация в контексте рассматриваемых вопросов. В государственной программе «Цифровой Казахстан» 2017 года цифровизация определяется как применение цифровых технологий для создания или изменения бизнес-модели и получения новых доходов и возможностей, генерирующих ценности. В свою очередь, цифровые технологии определяются как технологии, использующие ЭВМ для записи кодовых импульсов определенной последовательности и с определенной частотой, то есть использование ЭВМ. Таким образом, в узком смысле под цифровизацией можно понимать преобразование информации в электронную, цифровую форму и переход на безбумажные документы обороты. В широком смысле в программе «Цифровой Казахстан» под цифровизацией деятельности госорганов понимается создание инфраструктуры поддержки в виде адаптированного законодательства, мер поддержки бизнеса, образования и науки, упрощения процедур ведения бизнеса, сокращения транзакционных и задержек при взаимодействии с государством. Планируется, что государство будет предвосхищать потребности своих граждан получения услуг, максимально высвобождая время для производительного труда и стимулирования экономически активного поведения. В то же время в данной программе можно найти упоминание, что цифровизация – это новый, более высокий уровень привычного термина «информативация». А применительно к рассматриваемым вопросам оно упоминается в контексте развития электронного правительства и государственных услуг, оказываемых в электронной форме. В этом плане терминологический аппарат уже в достаточной мере развит, разработан и активно используется в казахстанском законодательстве на основе понятий из закона об информатизации. В программе «Цифровой Казахстан» также констатируется, что профильная деятельность государственных органов автоматизируется. Однако до сих пор есть сферы деятельности, недостаточно охваченной информатизацией. Появление новых технологий дает возможность предоставлять услуги более высокого качества, чем те, которые реализованы на текущий момент. Более предметно, в стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года, в разделе «Инициатива 4.6. Цифровизация правоохранительных органов и судов» говорится, что уголовные, гражданские дела и дела об административных правонарушениях будут поэтапно переводиться в электронный формат. Это снизит возможности для фальсификации коррупции, сделает производство по этим делам более экономным, уменьшит нагрузку на государственный бюджет, без ущерба защиты прав и свобод человека и гражданина. Будет создана цифровая система подачи заявлений о правонарушениях, оплаты штрафов, что минимизирует влияние человеческого фактора. Предусматривается как раз в этой программе, в стратегическом плане, создание, внедрение элементов искусственного интеллекта в судопроизводстве, а также аналитические инструменты для работы с большими объемами данных правовой статистики. Говорится, что должна быть создана открытая электронная система «Единые судебные практики», в которой любой участник судебного процесса сможет ознакомиться со всеми судебными актами по интересующим его характеристикам. Также предполагается внедрение или более широкое использование системы оценки качества рассмотрения результата обращений в удовлетворенности обращающих ГОСЯ. Напомню также, что в нормативном постановлении Верховного суда 2002 года о соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам говорится, что принцип гласности судопроизводства включается в том числе создание идильной базы данных, скупившей законную силу приговоров и постановлений судов, и свободный доступ к ним. Из последних новшеств отметим, что законом, принятым в июне 2020 года, совсем недавно по вопросам регулирования цифровых технологий, были внедрены ряд новых терминов, как раз посвященных вопросам цифровизации. Что касается правоохранительной сферы, то в целостном виде идея цифровизации масла воплощения в двух совместных приказах ряда государственных органов, а поэтапная цифровизация административно-деликтного процесса, включая процесс рассмотрения обращений к гражданам, а также поэтапная цифровизация уголовного процесса, включая процесс рассмотрения обращений к гражданам. Они были приняты в марте 2018 года, предусматривали ряд этапов и задач, и в принципе должны были в 2021 году все мероприятия по этим приказам уже закончены. Однако в последнее время, по-видимому, процесс несколько притормозился. Но надеюсь, что в следующем году он будет ускорен. Что касается судебной сферы, то в рамках проекта «Семь камней правосудия» седьмым камнем была названа цифровизация, реализуемая через три задачи. Это обеспечить беспрепятственный и удобный доступ к правосудию через IT-сервисы, автоматизировать судопроизводство и сделать его экономным, начать работать с большими данными и использовать все возможности мировой судебной практики. Председатель Верховного Суда в своем выступлении по итогам отправления правосудия за 2017 год, в январе 2018 года, сказал, что искусственный интеллект – это не дань нужному слову. Представьте, компьютер за секунду обрабатывает всю судебную практику, законы и выдает нужные рекомендации. Это фантастика, но скоро станет реальностью. Он также объяснил, почему реальностью до сих пор не стало, почему судьи не отходят от бумажных дел, хотя IT-инфраструктура есть. Это зависит и от граждан, по его мнению, и от судей. По причине нежелания работать на компьютере, компьютерной неграмотности, малого освещения возможности IT-сервисов, отсутствия технических средств у граждан, низкой скорости и отсутствия интернета. Тогда, в январе 2018 года, на ближайшие 2-3 года, то есть как раз к нашему времени, была поставлена задача создать виртуальные суды, где не надо будет собирать всех участников процесса в зале суда, а любой, находясь дома, в офисе или за рубежом, смог бы участвовать на процессе. В сентябре 2018 года председатель Верховного суда заявил, что в Казахстане цифровизация судов состоялась. В ходе круглого стола на тему правовое обеспечение цифровизации судов и правоохранительных органов, организованного по инициативе профильного комитета Сената Парламента, он сказал, что преимуществами цифровизации являются удобство, экономия, доступность, аналитика и, самое главное, прозрачность. Он отметил успешную реализацию программы «Смарт-суда» в рамках «Семи камней правосудия» и что в судах планируется внедрение технологий блокчейна, работы с большими данными и применение искусственного интеллекта. Также он сказал, что любой желающий, благодаря IT-ношенствам, сможет предсказать исход судебного спора. Правосудие станет предсказуемым, это является важным фактором повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. Участниками «Круглого стола» 2018 года были выработаны следующие рекомендации по дальнейшей цифровизации судебных и правоохранительных органов. Это снизить возможности для фальсификации и коррупции, сделать производство по делам более экономным, уменьшить нагрузку на государственный бюджет, без ущерба защиты прав и свободы человека и гражданина, создать цифровую систему подачи заявлений о правонарушениях, оплаты штрафов, предусмотреть внедрение элементов искусственного интеллекта в судопроизводстве, а также аналитических инструментов для работы с большими объемами данных правовой статистики, создать открытую электронную систему единой судебной практики, рассмотреть вопрос внедрения более широкого использования системы оценки качества рассмотрения и результаты обращения удовлетворенности обращающегося. В письме председателя Верховного суда в октябре 2019 года, опубликованном в бюллетне Верховного суда, было заявлено, что Верховный суд вместе с МПП Атомикен создает IT-систему мониторинга судебной практики. Ее задача оказать помощь судям и сторонам процесса при разрешении споров. Через интеллектуальный поиск они смогут находить схожие дела и судебные решения по ним. Здесь мы получим два продукта. Аналитическое заключение о расхождении к судебной практике и необходимости приведения ее к единообразию и аномальные судебные решения, которые не вписываются в удовлетворительную практику. В это же время, осенью 2019 года, пресс-секретарь Верховного суда Айбос Адвокатов сказал в интервью, что современные тренды цифровизации существенно облегчают судопроизводство. В этом плане уже в ближайшем будущем планируется запустить сервис судебная практика, он позволит перевести формат судебных актов в машиночитаемый вид, алгоритм поиска информации по ключевым словам. Прорабатывается вопрос внедрения модуля цифровая аналитика судебной практики. Это целый комплекс услуг предсказуемости прогнозирования исхода дел. Не забыли Верховного судей о таком удобном сервисе, как суд ГИС, карта навигации. Ну и отметим также из последних документов, что в постановлении 8 съезда судей от 23 октября 2020 года запланировано пунктом 3.21 регламентировать законом порядок ведения электронного судопроизводства и онлайн судебных заседаний с применением электронного интеллекта. Всецело поддерживая все вышеуказанные начинания и соглашаясь, что главное в данных процессах – это прозрачность, на сегодня все-таки можно усомниться, что требуемая прозрачность присутствует и она реально нужна работникам судебных органов. В свое время идея законодательного регулирования и разработки проекта закона об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Республике Казахстан была негативно встречена в Верховном суде. В законе 2015 года о доступе к информации также были многочисленные предложения сделать специальный раздел, посвященный доступу к судебной информации. Но в итоге было закреплено лишь, что на интернет-ресурсах судов Республики Казахстан должны размещаться судебные акты за исключением не подлежащих размещению в открытом доступе. Игорь, регламент. Игорь, регламент. Игорь, регламент. Игорь, регламент. Да, спасибо. Между тем, документы, регламентирующие порядок такого размещения, отнесены Верховным судом к информации ограниченного доступа и их в открытом опубликовании неоднократно отказывалось. Некоторые нормы по опубликованию судебных актов неожиданно оказываются в таких документах, как, например, недавно обнародованный приказ министр цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан об утверждении правил сбора и обработки персональных данных. В нем, в частности, предусматривается, что по решению председателя и председателей коллеги Верховного суда, председателя областных и приравненных к ним судов, в отдельных случаях доступ к персональным данным, содержащихся в судебных актах и протоклах судебных заседаний, ограничивается по обращению участников судопроизводства. И таким образом можно констатировать, что при всех благих помыслах работа по созданию базы данных судебных актов преследует в первую очередь узковедовственные интересы. Ряд сообщений участников судебных процессов в социальных сетях позволяют предположить, что при этом на главу угла ставится задача не вынести ссоры ДСБ, прикрыть факты нарушений, предотвратить распространение нежелательной информации. Выходом из сложившегося положения видится создание независимой от Верховного суда государственной структуры, своего рода центрального депозитария, осуществляющего сбор, комплектование, хранение государственных учетов. Помедленнее переводчики не успевают. Создание государственной структуры, своего рода центрального депозитария, осуществляющего сбор, комплектование, хранение государственных учетов и использование судебных актов. Аналогами его могли бы послужить деятели центрального государственного рахива, депозитария финансовой отчетности, эталонного контрольного банка нормативных правовых актов. Данный депозитарий должен действовать на основе правил, которые бы проходили общие процедуры принятия и опубликования нормативных правилхактов. То есть были бы действительно общедоступны и прозрачны. С учетом того, что данная структура находилась бы вне судебной системы, она не была бы заинтересована следованием неким неправильно понимаемым корпоративным интересам и требовала бы строгого соблюдения нормативно установленных процедур прежде всего от судов. Важной функцией такой организации могла бы стать работа по изучению единообразия и толкованию применения судами норм права, а также оказание почек информационных услуг по изучению и обобщению судебной практики по запросам государственных органов, участников судебных процессов, научных организаций и всех заинтересованных лиц. Спасибо за внимание.